здравствуйте москва телектино приветствую сад белоруссия олег добрый день киктенко молдавии орехи накрывают стаканчиками затем присыпка земли на устойчивую температуру пробовал бутылки накрывать по водам все работает до минус 3 ниже лучше присыпать бутылки кому надо мотайте на уши я обычно как моего недостаток то что я вроде бы много знаю не все я никогда не накрывал но это было связано с моей наглостью я посадил тысячу костик еще больше сейчас зайдет даже с половиной не взойдет по барабану я сажу лишнее а когда у человека всего 10 костик 50 костик а вот правда нужно накрывать стаканчиком заметьте вот он имеет ввиду орехи то есть плоды семена орехи семена они эти они мои прививки я ограничился прививками а вот это для меня открытая тела я знаю накрывают по бокам еще обсыпают чем-нибудь вот и ждут когда они проснуться уже вороны не выглядит много много чего еще не случится вот так что вот так что вы так и туда залез там я был а вот здесь я был смотрим дальше всем здравия привет решан николаевич нижний новгород кого я помню получится это для меня это это считаете вы рассказать в моей голове особые полочки моих мозгах всем привет из нижнего чернобаев нахвалил кус абрикоса рыжий а как ваши рыжий вы рассылали чернки рыжего чернобаева или свои насколько большое дерево серафи выше или нет но смотрите мне был бы институт я бы ответил бы на все ваши вопросы так вот но сейчас ответить не могу по какой причине не могу вот все знать не могу и итак чернобаев у меня абрикос рыжий покупал ой это по фрейду я точно стал украинцем чуть искал хохлом он у меня я бы не продавал сразу говорю а то подумайте что мы не друзья он у меня забрал скажем так черенки абрикоса который назывался имел номер он назывался крупноплодный примерно уже забываю все 36 47 10 что-то такое вот он у меня был абрикос как абрикос по принципу сало как сало у него было больше места он у меня был задавлен другими абрикосами а это очень сильно влияет и сейчас он задавлен вот а так сложилось что я на него имея вот это дерево средние плоды уровня серафима артема вот такой средненько не обращал внимание он его выращивает это тот твой номерной константинович а он распробовал за меня потом от него приходит там типа эсэмэски или по телефону сказал константинович мы всей семьи а он-то с казахстана он их там ел он сравнивать может он до меня выросил абрикосовый сад он самостоятельно редкий случай он не мой ученик он самостоятельный абсолютно стопроцентная личность у него на даче уже росли роскошные абрикосы вплоть до бая типа бая он не знает название ну типа бая вот вкуснее в жизни не пробовали говорит он я говорю в ушах надо мне поковыряться надо уши почистить еще серьезно-серьезно блин я поехал к нему смотрю плоды правда не самые крупные грамм 50-60 да действительно есть бывает с оттенками абрикосики знаете как как будто у него два родителя и на нем видно два родителя с пятнышками там с этими полосочками там сильно яркие наоборот половину такого половину красного половину там желтого а а здесь правда розовый подтвердил ну что было делать ну сказал он абрикосы этот самый вот вот кстати видите это случайно совпадение вот здесь вот прям посреди экрана видите написано абрикосы оранжевый лёша так и написали оранжевый это не моя реклама это все вранье посмотрите выше вот мой персик сибиряк то есть чистый обман и оранжевый тоже не не этой фирмы которая рекламирует самая противная для меня и ниже тоже это из интернета вот эта фотография вот я главная моя фотография вот он персик красанский названный мошенниками этим сибиряком я к чему говорю даже здесь там где мы с вами сюда лезет это воровская малина вот она настоящая воровская малина которая отнимает у людей все персик сибиряк значит сибири купим а вы знаете как персик шликта у меня это к чё они делал замерз на прессе я железо первое в жизни укрывал укутывал пости персик слик хотелось бы покрупнее иметь я наступил на горло собственной песни я поступил все принципы я все четыре персика выросли из косточек вот такие мощные деревья первый год замерзли до основания а до этого до земли там не до с уровня снега до земли вылезли земли еще мощнее я их выхода на второй год на очередной год вообще не просто это тот самый знаменитый персик шликта они представляете как вот эти кто будет продавать эти которые в 20-30 градусов замерзли сто процентов и назовут персик сибиряк а ну как вот с ними это и главное где они торчат мы с вами проводим вебинар а не тут реклама вот она из интернета из интернета из интернета почему это так слову и пишут абрикос оранжевый пройдет время и абрикос рыжий пойдет по всей стране гулять не как это самое настоящий а как фальшивка идем дальше а ну вы поняли что рыжий чернобаева а мой перерос он уже старик не старик ну извините 25 лет это не шутки вот тем более что в общем он просто середнячок ну как автомобиль жигули рядом с машином а у чернобаева получился маршадес я за его за язык не тянул сказал это твой этот твой этот самый номерной так пойдем дальше ну то есть это вегетативный гибрид приветствую вас каким спортом а я все чеченки рыжего только от чернобаева в некий нету сильно дерево росло там для этого чернока уже не осталось который можно хотя бы полметра отрезать продать только чернобаева я ответил на вопрос приветствую всех каким способом лучше приводить абрикосы на 2 3 типа 2 привал расщеп за кору двухлетний абрикос приведет расщеп сломался вместе при веке от снега сердцевида черная ну что я скажу вот понимаете у меня самые мощные абрикосы они действительно привались у меня в расщеп за кого я уже только самые первые годы привозок мне не понравилось почему мы там действительно отваливались а в расщепе у меня всегда получалось что такое двухлеска у меня в двухлески уже вот такой вот срез получается у самой земли расщепляю вставляю два свинка между ними может быть еще щель что палец пролезет но быстро быстро обрастает и в случае чтобы у меня погибали или просто как у вас этого не было тут на какой-то еще фактор повлиял что слова все вместе привыкли от снега а можно действительно может быть видите как у него снегом проблемы а вас нет когда мокрый снег он взял на двухлетний привитый расщеп снег действительно мог просто сломать его а то что сердцевина черная он действительно помните а это я показал в этом в отдельном фильме там и показал как иностранные ученые учат приводит врачи а было так соединяется только вместо камня а дальше про ваще торчит и вот на этом еще показать было пусть его надо сейчас мы закончили даром покажу сейчас натуре учеба компьютер сейчас вам покажу сама висит как у вас могу случиться так вы сейчас с вами заходим при а вот когда мы зайдем к прививке надеюсь меня видно мы сейчас найдем вот этот самый способ делается это обычно так смотрите внимательно вот это прививка врачеб вставляется таким образом что вот здесь вот если возьмете нижний средний и нижний вот здесь видите вот эти щели явно выраженные щели явно смотрите показываю внимание явно выраженные щели и вы лишь бы только вот причем а настолько аккуратный рисунок меня поражает я и тут так никогда не делал понятно что камбий у однолетнего в разрезе камбий выглядит очень узко у однолетнего подрывая а подвой вот он толстый и здесь так аккуратно умудрились показать что надо именно вот так что вот это вот кора вот то что сверху вот видите это кора а камень с каменью вот тут вот и все умно но зачем они взяли вот эту вот так небрежно тут когда я вставляю чернок одна мертва он сюда входит все силы намертво и никогда сотню сделаю тысячи сделаю никогда вот эту щели не увидите почему они специально эти дела чтобы делали небрежно для этого что ли у вас так и получилось у вас соединилась кора не не кора уже а камень с камнем вот а дальше все это почернело и для кого рассчитана вот этот странно я даже не знаю как объяснить для кого рассчитана вот эта странная щели вот эти вот вы же хорошо надеюсь видеть вот это возможно как любая небрежность вот здесь даже почему-то аж почти нет щели то есть дают понять ты сделали кое-как там срез крин неровный да и че с ним или вот это сопало вот все имелось ввиду объясню как мог теперь пойдемте назад где вы были смотрим дальше сердце вида черная вот и потому черт по другой причине не может быть черный или или ну да еще понятие как биологическая несовместимость мы все конкретно не знаем какой был подвой какой прямой можно несовместимость поэтому посадила че